всем добрый день приветствую вас на своем канале и у нас если за сегодня второй обзор как я уже говорил в предыдущем обзоре сегодняшнем изначально планировался два в одном обзор формате два в одном все-таки в итоге решено было разделить о первом наборе я уже рассказал отзывы впечатления очень позитивные теперь поговорим о втором это набор под названием джип шариот чтобы это не значило коробочку видите на заднем плане первоначально для меня было даже огромной проблемой понять что за производитель потому что производитель на коробке отсутствует есть вот только вот такая буква кей вот здесь верхнем углу коробки и все никакого названия производителя ничего больше здесь нет в итоге нашел такую наклеечку внизу на коробочке в деменке шрифтом было написано что это некий панабелл international holding limited расположен разумеется в китае этот набор мы приобретем буквально сегодня только что собран и ощущения впечатления от него которые я буду делиться они вот скажем так наисвежайший набор представляет из себя вот такой джип пушку двух солдат начнем пожалуй с мини фигурок визуально в мини фигурке благодаря во первых цвету формы во вторых форме касок очень напоминают нам немцев какие-то неплохой при честно говоря на груди есть портупея какая-то есть пояс карманы видны какие-то нашивки на воротничке принца очень неплохой фигурки у нас были две абсолютно одинаковых но меня очень разочаровали лица этих фигурок пришлось их заменить благо лома хватает а изначально лица выглядели вот так я не знаю откуда были эти солдаты наверное стиле милитрянки судя по выражению лица какие-то здоровые мультяшные глаза непонятная улыбка совершенно не вписывающиеся в какие-то вот не ассоциирующиеся ни с чем воинственным военным я не знаю что это мимишно очень эти головы просто ребенок тут же я убрали и решили присоединить две электронности головы вот одну вы же видели вот вам вторая только хоть больше похож на кого-то военного как видите повторами фигурки кстати принт абсолютно такой же где уже говорится на обе мини фигурки у нас одна единица оружия вот такая вот винтовка причем по задумке производителя винтовка крепится здесь то есть у нас есть один солдат который должен сидеть за рулем машинки а второй стоять здесь сзади и стрелять по врагам еще одним элементом конструктора является вот эта пушка выглядит достаточно интересно но у нее есть один минус не очень плоха балансировка она очень легко болтается постоянно дуло заваливается вперед то есть стреляем землю одно из решений которые можно будет применить здесь просто прикрепить дополнительную планку поперечную чтобы она фиксировала вот здесь это дуло в таком положении максимальном чтобы не было больше наклона вперед это наверно мы сделаем будущее пушка находится на поворотной платформе так может если можно где-то закрепить на фото пластине есть такое колесо митирующий механизм подъема опускания дула ствола орудия вот пожалуй сидит кого-то казино часть называется я не в курсе автомобиль автомобиль разочаровал во первых в принципе пластик сам неплохой крепится все достаточно хорошо мы в целом конструкция весьма не продумано не продумано на вот в каком плане конструктор состоит из отдельных блоков не искрепленных совершенно никакими деталями то есть детали кладутся не внахлёст а просто в стопку у меня были вот такие если вы видите на видео сейчас наведу детали я нашел три пластины одна на одной то есть вместо чтобы использовать просто целый блок клавалось зачем-то три пластины наверно для того чтобы на коробке можно было написать что там больше детали еще один момент лобовое стекло ну честно говоря достаточно бога просто стекло просто как это известная фронтальная часть автомобиля я не понял двери двери абсолютно сверху ничем не придерживаться отваливаться от льдиного прикосновения сверху крышам так просто не сниматься здесь как раз таки вот пластиночку внахлёст они не поленились положить и единственное что мы можем приподнять крышу это задняя часть под задней частью у нас идет такая подпорка я сначала не понял почему она именно такой высоты недостаточно для того чтобы придерживать крышу нормально крышку мы закрываем она вот так заваливается внутрь разобрался ребенок подсказал что этого подпорочка нужно для того чтобы ставить сюда солдатика и он стрелял за орудие получается проблема в том что туда солдатика нет и мы закрываем крышу автомобиля вот еще один сюрприз у вас опять идет вертикальное расположение фрагмента когда мы закрываем крышу она провалится внутрь если не закрывать аккуратно с крышей связано еще один сюрприз неприятный опять задняя стенка целиком снимается с одной стороны конечно удобно то есть можно превратить его в такой вот грузовичок такого плана и уже не мучиться с другой стороны все-таки хотелось бы чтобы детали держались понадежнее колеса типовые китайские вращаются все что можно не сказать хорошего поскольку колесики крепятся просто таком вот отдельном блоке отваливаются очень легко сиденье водителя внутри можно посмотреть там есть у нас руль и сиденье сиденье расположена прямо по центру то есть одна мини фигурка туда садится все но можно расположить две благодаря тесному расположению дверей они будут друг дружку прижаты но посадить их на штифт нереально запускной колесо из машины держится здесь нет подобия ступенек одним из немногих позитивных моментов в этом наборе является инструкция вот буклетик инструкции часто мы видим на коробках того или иного китайского производителя что изображение как скажем так альтернативных наборов то есть то что можно из этого набора собрать на инструкцию содержит описание только основного вот тут инструкция порадована она разделена это как у нас буклетик но разделена на разделы c b и а а это основной набор который уже проделось его b и c мы еще не собирали но визуально они даже в чем-то лучше сейчас попробую вот их а вот нам ножки есть есть такой грузовичок с пушкой в кузове и есть вот такой джип джип визуально даже более удобный чем вот то что мы уже собрали может в будущем наверное это будет все перемодифицировано вот тут инструкция конечно порадовала тем что есть возможность собрать альтернативный некий набор есть к нему инструкции отдельно поговорим о наклейках наклейки прозрачные недостаточно много большую часть из них мы даже не стали клеить потому что наклейки очень убогие и при этом они тут же тут же моментально у нас отваливаются в целом ощущение от набора скорее негативные чем позитивные есть очень много моментов требующих устранения замена голов непонятно потому что выражение лица у основных голов которые идут в наборе безбалансировать пушки необходимости дополнительных деталей непонятная схема конструирования автомобиля хотя возможно альтернативные модификации описаны в инструкциях могут оказаться лучше это мы посмотрим вот несмотря на то что мини фигурки требуют новой головы но они достаточно удачные неплохие ноги хорошие цвета хорошие принты очень удачными шлемом все военная форма то есть возможность играть во вторую мировую с помощью этих мини фигурок это единственная от них польза вот такой получился у нас набор вот такой один из немногих негативных обзоров получился на канале делитесь мнениями кто хочет подписаться на канал давите на гремли на ставьте лайки комментируйте всем до свидания спасибо до встречи